Почему обменники не принимают платежные карты? Об этом мы поговорили с президентом профильного объединения. Все подробности в деловом обзоре новостей. Здравствуйте, с вами Даниэр Даутов. Финансовые технологии на пике, но обменные пункты работают только с наличными. Дело не в закостенелости этого бизнеса. Эквайринг банков – главная причина, по которой обменники не могут принимать деньги с карт клиентов. Проще говоря, с каждой сделки им придется выплачивать комиссию банкам второго уровня. Еще пару процентов сверху – это оплата услуг компаний, которые обеспечивают перевод средств. К примеру, это виза или мастер-карт. Все это в итоге отразится на курсе. Разница между покупкой и продажей вырастет в разы. Вся эта разница будет уходить только для покрытия расходов обменных пунктов. Обменный пункт на этом ничего не будет зарабатывать. Разница между покупкой и продажей увеличится с текущих 4 тенге до 10-15 тенге. То есть это в конечном итоге пострадает потребитель. Обменные пункты являются исключительной формой, которая не требует установки обязательной платежных терминалов. Большинство сделок в обменниках проходят до 1000 долларов. Казахстанцы уже не покупают иностранную валюту, чтобы уберечь свой доход. В стране спокойная финансовая обстановка, отмечают в объединении. Многие переориентировались в клиентов банков, которые предлагают тенговые депозиты по высоким ставкам. За последние 10 лет, скажем так, немножко изменились клиенты обменных пунктов. Если раньше преимущественно это составляли простые наши граждане, которые покупали иностранную валюту на зарплату, откладывали по 50 долларов, по 20 долларов, даже по 5 долларов. У кого-то зарплата позволяла по 200-300 долларов. То сейчас таких клиентов уже практически нет. Очень многие клиенты переквалифицировались на таких депозитчиков, скажем так, которые переводят деньги по приложениям банка, там, либо в самих отделениях банка и стараются поймать какой-то выгодный депозит и все деньги хранят там. Повышение тарифов на коммунальные услуги не коснется малообеспеченных семей. Государство увеличило размер жилищной помощи, которая компенсирует их расходы. Информация об этом опубликована на сайте премьер-министра Казахстана. В этом году жилищная помощь будет выплачиваться, если расходы на бытовое обслуживание превышают 10% от среднего ежемесячного совокупного дохода семьи. Раньше этот показатель составлял от 2 до 20% в зависимости от региона. Отмечу, что за последние 4 года жилпомощь получили около 180 тысяч абонентов на сумму 5 миллиардов тенге. Износ инженерных сетей – главная причина, по которой в этом году повысили тарифы на коммунальные услуги. С дефицитом электроэнергии Казахстан сталкивается с 2021 года. Независимый технический аудит проверил 57 станций, в том числе 37 ТЭЦ. Около 60% энергетических котлов и турбин отработали свой ресурс и нуждаются в замене. Это только часть примеров с плачевным состоянием дел. Без модернизации обойтись нельзя. Корректировка тарифов позволит направить на ремонт ТЭЦ 93 миллиарда тенге. И к новостям фондового рынка. С начала года индекс кассе вырос почти на 11%. Общий объем торгов с бумагами представительской корзины составил 123 миллиарда тенге. Большая часть сделок заключалась по простым акциям Казмана и Газа. 8 из 9 компаний, входящих в индекс биржи, закрыли полугодие в зеленой зоне. В лидерах роста – финансовый сектор. К примеру, ценные бумаги Народного банка принесли акционерам почти 30% роста стоимости. Докодность по их дивидендам превысила 15%. Второе место с ростом занимает Кастрансойл. Бумаги национальной компании подорожали на 14,8%. Замыкает тройку лидеров Каспи Кейзет, акции которого за полгода выросли в цене на 13%, восстановившись до уровня февраля прошлого года. Единственной индексной компанией, закрывшей полугодие снижением на 3%, стала Кегок. На этом у меня все. По традиции, знакомим вас с курсом валют и итогами торгов на бирже. До встречи в следующем выпуске. Не переключайтесь.